Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию видеообзор нового Query-Ти-коммуникатора HTC Titan 2. На лицевой части находится дисплей с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 320х240 точек. Выше располагается прорезь динамика, встроенным светодиодами, и дополнительная камера для видеотелефонии. Блок управления состоит из навигационной клавиши, софт-кнопок, а также клавиш доступа к браузеру и сообщениям. Под навигационным блоком находится слот для карт памяти, формат microSD, прикрытый заглушкой. На левом торце коммуникатора располагается колесо прокрутки с функцией ввода, с помощью которого удобно перемещаться по меню. По бокам от него находится дублирующая кнопка OK и клавиша активации голосового набора. На правом торце расположена кнопка питания и клавиша активации основной камеры устройства. На нижней грани находится X-USB разъем, ушко для ремешка и кнопка при загрузке. Монолитный стилус также расположен визу. Сзади коммуникатора находится заглушка для внешней GPS-антенны, а также динамика и объектив, 3-мегапиксельная камера, функция автоматической фокусировки. Механизм раскрытия корпуса довольно интересен. Он обладает функцией автодоводки, а также имеет откидывающийся элемент, благодаря чему в рабочем состоянии коммуникатор напоминает ноутбук. Кнопки клавиатуры небольшие, но хорошо различаются тактильно и имеют белую подсветку. Пользоваться клавиатурой и коммуникатором в раскрытом положении очень удобно. Начинка HTC TITAN 2 включает в себя процессор Qualcomm с тактовой частотой 400 МГц, 256 МБ ROM и 128 МБ RAM. Встроенные модули Bluetooth, Wi-Fi и GPS. Коммуникатор работает в сетях GSM и UNTS, что позволяет ему передавать данные, используя GPRS или Edge. В завершение скажем, что несмотря на серьезный потенциал HTC TITAN 2, обладает несколько завышенной стоимостью.